Из этого видео ты узнаешь, как сделать простую систему водяного отопления для дома, доступную для изготовления своими руками. Мы будем использовать минимально возможное количество комплектующих с приемлемой ценой, что в общем сделает систему водяного отопления максимально бюджетной. Все процессы подробно покажем в видео и разберем функциональную необходимость каждого элемента системы. Для тех, кто видит нас впервые, в этой серии видеороликов мы подробно показываем строительство небольшого бюджетного дома, который строим своими руками, используя простые, доступные для повторения методы. Тема строительства собственного дома однозначно тебе пригодится, и наш опыт будет для тебя полезным. Подпишись на наш канал. Сейчас мы активно занимаемся изготовлением инженерных систем. В прошлой части закончили изготовление водопровода, а сейчас приступили к изготовлению отопления. Наша система отопления будет двухтрубной с принудительной циркуляцией теплоносителя. Весь первый этаж будет нагревать водяной бетонный теплый пол, а второй этаж будут греть стальные батареи. В качестве нагревательного элемента станет электрокотел, хотя такая же инсталляция подойдет и для использования с газовым котлом. Хочу сразу заметить, что подобную бюджетную систему отопления с такими же компонентами я изготовил для отопления собственного дома и уже успел испытать ее на протяжении двух зим. Она успешно доказала свою работоспособность и надежность. Электрокотел, как главный источник отопления, был выбран неспроста. На данный момент отопление дома с помощью электричества, с учетом двухтарифного счетчика и тарифа на электроотопление, в Украине обходится все же дешевле. Выводы о таком электроотоплении, основанные на собственном опыте, я уже делал в одном из роликов. Часть системы отопления, а именно бетонный теплый пол, у нас уже был готов. На грунт через песчаную прослойку мы уложили листы экструдированного пенополистирола с толщиной 50 мм. На этом полистироле мы разложили пластиковую трубу из шитого полиэтилена высокой плотности, которую залили слоем бетона толщиной в 10 см. Такой толстый слой бетона был сделан для накопления тепловой инерции, чтобы нагревать его предпочтительно в ночное время по более дешевому ночному тарифу на отопление. Мы использовали простой трехфазный электрокотел с суммарной мощностью в 4,5 кВт. Он имеет трехступенчатую регулировку мощности, которую обеспечивают три отдельных тэна по 1,5 кВт. В его составе есть механический термостат, с помощью которого и осуществляется регулировка температуры теплоносителя. В первое время с помощью этого термостата будет также подбираться температура для всего дома. А в будущем установим цифровой комнатный термостат с возможностью недельного программирования. В нашем бюджетном электрокотле нету циркульционного насоса и расширительного бачка, поэтому их мы установим во внешнюю инсталляцию. Также основными компонентами инсталляции станет узел безопасности котла, специальные сгонные фитинги, коллектора для теплого пола, запорные краны и многие другие компоненты, о которых речь пойдет чуть позже. Изготавливать инсталляцию мы начинаем с установки котла. Котел будет размещаться в кухонном помещении на деревянной каркасной перегородке между кухней и гостиной. В этом небольшом доме изготовление отдельного технического помещения, котельни, просто невозможно. Да и целесообразность переводить жилую площадь в любом доме под котельню сомнительно. Так, например, в собственном доме весь инженерный узел мы уместили на площади менее 1 квадратного метра. Вся отопительная инсталляция будет размещаться на кухне в небольшом шкафчике, в котором также проходит канализационный стояк. В этом месте в каркасную перегородку мы вмонтировали дополнительные усилители из горизонтальных деревянных брусков, которым и будут крепиться все основные компоненты системы. Сейчас мы временно закрепим всю систему к деревянной перегородке, а в будущем при обшивке стен гипсокартоном, открутив крепежные элементы, легко подсунем под всю отопительную инсталляцию лист гипсокартона. С помощью пары саморезов мы навесили электрокотел на стену. Для прокладки электрокабеля к котлу в перегородке и перекрытии просверлили отверстие. Отверстие просверлили с помощью электродрели и перьевого сверла с диаметром 20 мм. Для прокладки электрокабеля мы не использовали платежи. Механического воздействия на кабель здесь не должно быть, от грызунова она все равно не спасет, да и при потенциальном возгорании от нее толку мало. Как противодействие возгоранию здесь мы использовали 4-х жильный кабель сечением монолитной жилы в 2,5 мм2 ВВГ-НГ. Приставка НГ обозначает, что оплетка кабеля выполнена из негорючего самозатухающегося материала. Отсечение медной жилы в 2,5 мм2 может работать с силой тока до 25 Ампер. Умножая 25 Ампер на напряжение одной фазы в 220 Вольт, грубо получаем 5,5 кВт максимально разрешенной мощности. Учитывая, что к каждому тену мощностью 1,5 кВт подходит отдельная жила, то эта силовая линия получилась высоким запасом по мощности, что само собой исключает ее излишний нагрев. Для всего трубопровода системы отопления мы будем использовать полипропиленовую трубу, армированную стекловолокном с диаметром в 25 мм и такую же трубу с диаметром в 20 мм. Прокладку этих труб к батарее мы произведем внутри каркасного деревянного перекрытия, в котором просверлим отверстие для трубы с подачей теплоносителя и обратки. С разметкой этих отверстий нам помогал лазерный уровень. В комментариях под прошлым видео к этому уровню проявился интерес, и я решил познакомить вас с нашим новым приобретением. Это трехосевой лазерный уровень фирмы Fireco, модель F93T. Этот уровень проецирует сплошной лазерный луч на 360 градусов в трех плоскостях. Мощный световой луч создает 12 лазерных диодов, по 4 на каждую плоскость. Кнопка разблокировки маятника также включает уровень. За остальные функции отвечает простая интуитивно понятная панель управления. На ней находятся две кнопки и индикатор заряда аккумулятора. Первая кнопка отвечает за включение разных режимов лазерных плоскостей. Вторая кнопка включает режим работы с приемником, докупив который, можно увеличить и так немаленький рабочий диапазон лазеря с 25 метров до 50. Что немаловажно, уровень комплектуется литий-ионной батареей, объема которой с лихвой хватит на целый день работы. Я уже представляю, сколько денег он мне сэкономит на пальчиковых батарейках. Хотя для экстремальных случаев, где нет возможности зарядиться, в комплекте также присутствует батарейный блок на 4 пальчиковых батарейки. Также уровень может работать напрямую от сети через блок питания, который одновременно будет заряжать аккумулятор. Гравитационный маятник самостоятельно выравнивает лазерные плоскости буквально за пару секунд. Наш образец на расстоянии в 7 метров при повороте на 180 градусов показал погрешность менее 1 миллиметра. Этой точности вполне достаточно как для бытового, так и профессионального использования. Хотя комплектация нашего уровня и так достаточно, а две резьбы в основании позволяют установить его на любой штатив, мы все же приобрели к нему распорную штангу кронштейн. От того же производителя Firecore. Эту телескопическую разборную штангу можно установить в любом помещении с высотой потолков до 4 метров. Удобный пружинный механизм надежно фиксирует всю конструкцию, а шарнирная пятка с мягкой вставкой сохраняет покрытие потолка от повреждений. Быстросъемный кронштейн имеет две резьбы 1,4 и 5,8 дюйма. Это позволяет установить на нем не только уровень, но и другое оборудование. Друзья, этот лазерный уровень с кронштейном хорошо показали себя в работе и заслужили наши рекомендации. При таком же функционале и качестве они оказались в разы дешевле именитых брендов. Ссылку на них мы оставим в описании. Рекомендуем. Разметив положение основных элементов нашей инсталляции, мы замеряем и отрезаем кусочки труб и свариваем их в отдельные элементы. А потом крепим все эти элементы к стене. Из потолка у нас идут два основных стояка. Это труба подачи и обратки. После того, как мы открутим временные крепежи для обшивки стены гипсокартоном, на этих трубах по сути и будет висеть вся инсталляция. Также из потолка у нас опускается труба водопровода, которую мы врезаем в стояк подачи, заранее впаяв в него шаровый кран. Открывая этот кран, мы сможем заполнять водой всю систему отопления. Стояк подачи соединяется с подающим коллектором теплого пола. Примерно посередине через тройник к этой трубе я подсоединил выход из котла. Выходящая из котла теплая вода будет идти по этой трубе и нагревать полы и батареи, а остывший теплоноситель будет попадать в ветку обратки. Обратный коллектор теплого пола мы соединяем со стойком обратки от батарей и через тройник соединяем эту ветку с котлом. Как раз в этом месте под котлом целесообразнее всего разместить циркуляционный насос, так как работая с более холодным теплоносителем, он будет получать меньший износ и продлить срок своей эксплуатации. В нижнюю часть ветки обратки мы также впаяли трубу с шаровым краном, открывая который можно слить всю воду из системы в канализацию. В группе безопасности котла, находящейся сверху, присутствует взрывной клапан. В случае закипания воды при выходе из строя автоматики котла, предохранительный клапан сбросит излишки давления в эту трубу, которую мы соединили с помощью тройника со сливной веткой и в итоге подсоединили к канализации. Под рукой у нас не оказалось переходной резиновой муфты, поэтому сливную трубу мы просто впаяли в заглушку канализации. Наверное оба этих пластика оказались схожими, так как соединение получилось прочным и герметичным. В верхней части в стояк обратки мы также врежем расширительный бачок. В закрытой системе отопления расширение от нагрева воды будет компенсировать резиновая груша, которая находится в этом бачке. Пространство между резиновой грушей и стальными стенками расширительного бака заполняет воздух под давлением. Сдавливая резиновый сосуд, именно он создает прушинистый эффект, который удерживает рабочее давление в системе в заданных рамках. Для легкого и быстрого обслуживания этого бачка или его замены на подводящей к нему трубе мы установили запорный кран. Перед циркульционным насосом и на выходе подачи из котла мы установили пару шаровых кранов. Перекрыв их, можно полностью извлечь из системы котел вместе с циркульционным насосом, при этом оставив теплоноситель под давлением. Это позволит легко произвести ремонт, замену или обслуживание этого отопительного оборудования. Для соединения 25-й полипропиленовой трубы с насосом мы использовали переходную латунную муфту. С одной стороны она имеет внутреннюю резьбу 1,1,2 дюйма, которой мы накрутим ее на резьбовые выходы насоса, а с другой стороны она имеет наружную резьбу 3,4 дюйма, на которую мы накрутим еще одну переходную муфту-американку под пайку на 25-ю трубу. Уплотнить соединение муфты с насосом проще всего с помощью резиновой прокладки. Под руки нам попалась резиновая шайба от использованных фильтров для воды. Подогнав ее по размеру, из нее получился хороший уплотнитель. Все соединения полипропиленовой трубы к оборудованию мы выполняли с помощью быстросъемной муфты-американки. Да, старый китайский паяльник, хотя и позволяет нормально сваривать трубы, но все же остатки полипропилена на насадках постоянно подгорают, поэтому работать с ним без респиратора не очень приятно. И благодаря комментариям неравнодушных подписчиков, я наконец-то приобрел респиратор и для супруги, так как вести пайку в труднодоступных местах удобнее всего вдвоем. В водяной системе отопления с тонкими трубами, да еще и без учета уклонов и правильного направления, естественная циркуляция просто невозможна. Поэтому в такой системе обязательно нужно использовать циркуляционный отопительный насос. И так как он будет работать практически постоянно, то здесь лучше не экономить и взять насос с хорошим качеством. Но сэкономить при его покупке все же возможно. Большинство фирменных циркуляционных насосов продается в красочной упаковке и с гарантией. Но для многих популярных моделей существуют аналоги, которые предназначены для заводской установки в отопительное оборудование, в газовые и электрокотлы. Они отличаются по цвету и имеют меньший размер нижней чашки. А также у них нет красочной упаковки и они идут без гарантий. Продаются они как запчасть к отопительному оборудованию и в большинстве случаев стоят примерно на 30% дешевле. Все резьбовые соединения я по-прежнему уплотняюсь с помощью льняной пакли и пасты. Так как хоть это и самое дешевое решение, но оно меня ни разу не подводило. Как вы уже заметили, у нас не будет отдельного смесительного узла для теплого пола. Здесь мы используем парочку бюджетных двойных коллекторов. Температура всего теплоносителя в системе будет низкой, подходящей для теплых полов в районе 30-35 градусов. А для того, чтобы на втором этаже батареи смогли нагреть комнаты с помощью такого низкотемпературного теплоносителя, мы просто купили их большего размера. На этом бюджетном коллекторе уже предусмотрено уплотнительное соединение. Оно подходит для трубы теплого пола с диаметром 16 мм и ничего отдельно покупать не нужно. Группа безопасности котла состоит из взрывного клапана, манометра и автоматического воздухоотводчика. Ее оптимально размещать прямо над выходом из котла. Так воздухоотводчик и взрывной клапан будут работать оптимально. Зафиксировать трубу, которая идет над другой трубой, можно с помощью тех же монтажных клипс. Две монтажные клипсы я соединил с помощью пластикового хомута и с помощью такой клипса пары приаккуратил положение этой трубы. Ну вот инсталляция этого отопительного узла закончена. Проводку труб к батареям и установку самих батарей вы уже увидите в следующей части. Там же мы подсчитаем суммарные затраты на всю систему отопления и под объем трудозатраты. Чтобы не пропустить это видео, подпишись на наш канал. А если ты уже подписан, проверь нажат ли у тебя колокольчик. Друзья, мы надеемся, это видео было для вас полезным и ты поддержишь наше развитие лайком, репостом и длинным комментарием. А также не забудь поставить свою оценку этому ролику вот здесь. С вами был Гена, канал MyGalaxy. Жизнь своими руками. Посмотри другие наши видео, их полезность ты оценишь.